Доброе утро! Я без голоса сегодня встала. Видно, вчера набегалась. И что-то совсем у меня сегодня цопли текут. И голос куда-то пропал. Ой, сижу, видео монтирую Палишкина. И Палишка там сидит. Дима повез маму на вокзал. Мама с ним поехала домой. А дети уже позавтракали. А Дима сейчас приедет обратно. И мы с ним тоже будем завтракать. Сейчас папа звонил. Многие спрашивают, как здоровье. Папа сейчас кашель у него очень сильный. Пойдет, говорит, в аптеку сходит. Купит что-нибудь от кашля. И пока перенесли поездку к врачу по поводу глаз на следующей неделе. Чтобы все выздоровели. Чтобы уже потом спокойно ехать. Так что вот такие дела. Пока вот. Что-то как-то со здоровьем не очень. Зато на улице, смотрите, какая прелесть. Знаете, какое небо синее. Прямо как будто лето уже. Если бы не голые деревья. И очень сильный ветер, мне кажется, сегодня. Лето, если бы не голые деревья. А то, что снег лежит. Не, ничего. А мне снега не видит. А, за твоей головой. На душу. На душу. И орхидея у нас тасса отцвечет. Красивая собака. Кто-нибудь из вас скажет. У нас собака отзывается на собаку. Собака одевается на собаку. Кстати, вчера я вам говорила, что дельки должны были почистить зубки методом ультразвуковым каким-то там. Но ей не стали ничего чистить. Просто так немножко там подчистили. Скажут, что зубки очень чистые, хорошие. Так что не надо это делать. Вот. Ко нам все денежка. За стрижку что-то там за возмездие взяли тысячи рублей. Так что вот такая вот собака у нас ухоженная. Теперь ногти по остарегли. Красавица, да? Ой, ой, ой. Сварится на нее. Пришла. Санек там наверху играет. Ой. В общем, буду доделывать видео. Димка распредит. Пойдем завтракать. Еще один пришел. В общем, все, зверьем ее здесь. Сейчас смотрела фотографии и видео, которые были сделаны в этот день. Два-три года назад. У меня они выгружаются в облако. Напоминание там. Я вам вставлю видео, где Сашок такой маленький. Ну, получается, три года назад. Он там что-то рассуждает. Такой все время благоворон. Так забавно, когда можно вспомнить ее. Ну, по фотографиям забываешь. Ну, по фотографиям забываешь. А видео, вот они все-таки такое живое. Смотрите. У меня есть вот такие штучки. Они закрепляются. Оп. И все превращаются в клеток. И все превращаются в клеток и штучки. А потом делаем вот так вот, отрываем их по кусочку. Потеряем, но их никак не прикрепляются. Потому что они должны пролучить. Сашенька, кушай. Я просто сейчас не сделаю. А? Что ты кушаешь? Я вот это ем вот этим. Они включаются вот так вот. Он овальный. А это кружок. А этот, этот, учителя, овальный тоже. Они включаются на овальный. Они, 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 они круглые. Саш, а ты почему не в садике? Я просто так говорила не ходить в садик. Почему? Потому что... Ты заболел? Да. Да, я чихаю просто. Я заболел. Я еще не могу. Я не могу пойти в садик. Потому что я болею. Вкусно? Да. Знаешь, они как прикрепятся. Вот так вот. Они, вот это, включаются на черные. И на белые. Только здесь нету белого. Потому что их не было. Ты покушаешь, спать пойдем? Нет, я не устал. Маленько устал, похоже. Что ты смотришь? Демолочку. Это мультик? Угу. Тебе нравится? Да. А кто там сейчас поет? Демолочка. Тебе нравится, как она поет? Угу. Только там есть мальчика. Хотела лягушкой? Нет. Я тоже хотела. Хочу лягушкой. Угу. А я хочу мальчиком летающим. Принцем? Принцем? Такой уличай. Угу. Все. Крылья есть. Саш, когда я ем? Бухо не ем. Пока. Пока. А еще сейчас почитала комментарии под предыдущим видео, где я разыграла посылку с Ивановского трикотажа. Как я подозревала, конечно, есть много недовольных. Некоторые пишут, почему так мало призов. Ну, извините, как бы я не жена олигарха. Я бы с удовольствием разыграла бы миллион призов для всех. Но такой возможности не имею. И второй момент. Те девчонки, которые попадали в начале, когда я только начала выбирать, и у них были закрыты подписки. Тоже, девочки, это, извините, но ваши проблемы. Потому что есть определенные условия. Я должна была эти условия проверить. И то, что у вас условия не соблюдены, я никак на это не могу повлиять. Все должно быть по-честному. Поэтому, вот кто выиграл девушку, у кого были открыты подписки, вот она и выиграла. Поэтому давайте не будем устраивать, пожалуйста, базар-вокзал. Надо просто принять это. И если вы хотите участвовать, там, допустим, даже не у меня, да, а где-то там на других каналах, читайте внимательно условия, открывайте подписки. И чтобы не было потом вот таких вот неприятных ситуаций. Конечно, я бы тоже, наверное, расстроилась. Если бы так вот было бы. Но не надо свой негатив, пожалуйста, выливать внизу в комментариях. Я уже есть хочу, а Дима что-то никак не едет. Горло сипит. Дети пошли наверх, зубки чистят, умываться. Не знаю, чем сегодня будем заниматься, но я так поздороваю, что будем дома сегодня сидеть. Парина, кстати, вчера снимала, ну она сейчас снимает неделю влогов, поэтому я все на телефон снимаю по-прежнему. И вчера, сейчас монтирую влог, за вчера у нее влог на пять минут вчера. А все потому, что снимать нечего. Получается только уроки, уроки школа, уроки школа, уроки школа. Сегодня она едет в школу юных леди. Может, мы под шумок и выберемся тоже вместе с ней в город. Не знаю, посмотрим. Смотрите, какой ветер сильный сегодня прям. Шатают все елки. Худуном ходит. Но сегодня обещали 17 метров в секунду ветер. Хочется уже масленицы. Хочется уже елочку нарядить в чучело. Так классно солнышко припекает прям. Моя неизменная овсянка. Ну, я и тебе, и всем. Орешки, бананчики, игрушки, мандаринки. В общем, полный набор. Там дима на кашке. Алло, скорая. Что? Алло, скорая у нас. Наша мама сговорилась с телефоном. Ебаню. С орешками. Я позавтракала и уснула после завтрака. Дима накрыл меня пледиком. Диль, ничего, что я видео снимаю. Мальчишки уехали гулять. Поехали куда-то в лес. Ну, дыречка. Поехали в леску одна улица, пока солнышко. А я проснулась и поедаю Полинкин пирог. Торт. Вафельный. Вы тоже едите всякие вкусняшки, когда болеете. Я, кстати, не то что не люблю болеть, так и еще не умею болеть. У меня сразу такая маята. Я привыкла всегда в движении. Откуда-то идти, что-то делать, куда-то ехать, бежать. И болеть для меня такой двойной стресс, потому что надо просто лежать. А я не умею, поэтому и ем вкусняшки. Где мы находимся? В лесу. Так, что у тебя в руках? Топоры. Что будем делать? Рубить. Ну, такое... Какое-нибудь засохшее дерево, которое уже не нужно, да? Так. Или ручейки пускай, да? Да. Ну-ка, прекрасная погода, солнышко. Я нашел руку. Вот надо рубить такое дерево. Елка, елка, елка. Пойдем подальше. Кстати, мы вчера, когда возвращались с Карпрайса, внизу в этом здании встретились у его однокурсника Тимура. Не видели его сто тысяч лет, по крайней мере. Я, мне кажется, очень давно его не видела. Он был с супругой, с ребеночком. Извиняюсь. И, в общем, возникла у нас такая идея встретиться однокурсниками. Потому что с одноклассниками мы встретились, а теперь надо повторить с однокурсниками. Вот сейчас, пока у меня есть время, я думаю, создать чат в WhatsApp и добавлять туда потихонечку всех наших однокурсников и попробовать договориться на какой-то день навстречу. Не знаю, получится что-то за то или нет. Мои вернулись с леса, а сейчас они сели кушать. Дима сделал салат, и так запахло вкусно укропом. Думаю, пойду с ними тоже поем. А еще активненько добавляю в чат всех одногруппников. Нам уже 13 человек. А сколько у нас было, я вообще не помню. Даже, если честно, не помню, с кем мы учились. Там потихонечку, в общем, всех вспоминаем и добавляем. Вот такая яичка у меня. Салат огромный. На самом деле, не такая огромная. Буду есть с лавашом. А Санька наяряет. Макароны с индейкой, тоже с салатиком. А еще? Хочешь видеть? Что? Включи. Откро, включена. А еще Наташа сказала, что ей не дали мясо. Она говорит, что это не надо. Спасибо, Болюте болеть, я вам тоже не дам мясо. Потому что мне никто не предложил ничего, пока я сама уже не спросила. Никто не поухаживал, не наложил. Я же делал салаты в два раза больше. Плохие вы. Собака поехала. Саша, мы с Сашей торчим в инстаграме. Я там переписываюсь параллельно со своими однокурсниками. Нас все больше. Глядишь, мы встретимся в большой компании. Нашли фотки старые. Поскидывали в чат, у кого что было. Так интересно. Поля с Димой уехали в город. Полишка поехал в школу юных леди. А Дима поехал в офис. Ему там надо какие-то дела поделать. А я валяюсь. Решила сегодня ничего не делать. Поднабраться сил. Чтобы завтра мы с Саньком дома. Санька в садик пока не отправляем. У него еще нас никто не пришел. Так что мы завтра будем дома. Да, Санечка? И хочется завтра уже быть в строю. А еще хочу что-нибудь вкусненького. Не знаю чего. Дима сказала, что я тебе что-нибудь куплю на свой вкус. Но я хочу на свой вкус. Не знаю, что я хочу. Не пойму. То ли фруктов хочу, то ли что-то сладкого. Вроде ничего не хочу. Смотри. Насластилась. Ага. Насластилась Полинкиным тортиком. Сладкого не хочется. Вроде хочется что-то фруктового. Но не пойму что. В общем, караул какой-то. Ой-ой-ой. Кот большой. Сань, что мама хочет? Мама хочет горький шоколад. Нет, не хочу. Что мама еще хочет? Хочет фрукты. Какой? Груша. Грушу я сегодня не ела. Не хочу грушу. Какой другой фрукт? Апельсин. Не хочу. Мандарин. Не хочу есть мандарин. И яблоко. Не хочу яблоко есть в холодильнике. А что ты хочешь? Не знаю. Хочу чего-нибудь. Чего-нибудь хочу. Тебя сейчас съем. Воды. Воды. Попей воды. Не знаешь, что хочешь съесть? Попей воды. Можно я тебя съем? Ты мне такой хороший. Нет. Я не знаю. Не ешь. У меня сегодня какой-то постельный влог. Время есть восьмой час, а я все лежу. Уже мои мурзики вернулись. Полис отучилась. Такая довольная, что съездила. Потому что до этого она пропустила занятия, болела. Они начали уже проходить следующую тему. Это этикет. Манеры поведения, общения. Поведение в общественных местах. Манера речи и так далее. И сегодня у них был еще один экзамен. Такой зачет по макияжу. Они делали макияж друг к другу. Полька делала Аришки. Аришка делала поленки. Говорит, что-то снимала. Так что сегодня буду монтировать. Посмотрю, что там было. А я изъявила желание сырничков отведать. И мой любимый муж заботливо заехал в магазин. Купил творожок. И вместе с Саньком кушеварит. Делает сырнички. Аромат безумный уже стоит. На всю комнату. Прям пахнет очень-очень вкусно. Так что сейчас будем есть сырнички. Ням-ням-ням. Кстати, в группе с... С одноклассниками. С одногруппниками. Нас набралось уже 17 человек. А примерно у нас было человека 23, наверное. Но двое живут далеко. А еще несколько человек не можем найти контакты. Никто с ними не общается. Их нет в соцсетях. Поэтому... Но 17 человек есть шанс, что встретится. Привет. Мы еще делаем желешку. Какую желешку? Сейчас делаем желе. Из пакетика, что ли? Да. О, ничего себе. У меня самый лучший мужчина. То самое чувство, когда твой муж готовит сырнику круче и красивее, чем ты. Смотрите, какая прелесть. И буду я это все употреблять с облепихой, протертой с сахаром. Ой, вообще. Красота. А вы любите сырники? Я наелась от души самыми вкусными в мире сырниками от мужа, любимого. Такие сырники даже у меня не получаются. В общем, я не буду вас мучить. Мама, еще сырники не делай. Что, Сань? Мама, вообще сырники не делай. В общем, не буду вас мучить сегодня своим больным видом, своим голосом противненьким. Сейчас мы с Димой посмотрим кино, потом я смонтирую эту влог и пойду отсыпаться. Завтра мы с Санечком дома. Так что увидимся уже с вами совсем скоро. Не болейте. Всем чудесного... Всем чудесной рабочей недели. Пока. Пока.